Здравствуйте! В эфире программа «Навстречу» и сегодня мы поговорим про профессию радиоведущего. У нас в гостях Аркадий Майлян, ведущий радиошансон и авторадио в Иркутске. Вещание этих станций в нашей области осуществляет наш медиахолдинг ГТС. Аркаша, привет! Все верно, привет! По традиции нашей программы предлагаю начать с небольшого блиц-опроса. Давай! Сова или жаворонок? Жаворонок. Прямой эфир или запись? Только прямой эфир. План или импровизация? В основном импровизация. Работать в студии с гостем или одному? С гостем, с гостем. Слушаешь ли ты сам радио? Стараюсь, люблю. Наверное, в основном все люди слушают радио за рулем. Водители, автомобилисты, наверное, ваша основная аудитория. А как ты думаешь, можно ее расширить? Так, ну вопрос, конечно, интересный. Интересный, учитывая, что сейчас огромное количество людей слушает через телефоны что-то, свое, что-то благодаря каким-то поточным сервисам. Аудиокниги. Я думаю, прежде всего, расширить аудиторию радиостанции можно за счет улучшения работы радиоведущих. Потому что раньше слушали радио, потому что черпали оттуда какую-то информацию, какие-то интересные мысли. Ну, в общем, что-то новое узнавали. И мне кажется, что чем лучше ведущий ведет эфир, тем больше людей его будут слушать, тем больше людей будут настраиваться на его волну, тем больше людей будут ждать именно его выходов в эфир. Поэтому, мне кажется, если каждый радиоведущий будет чуточку работать над собой, охват радиостанции увеличится. Твои эфиры, я знаю, что начинаются буквально с 7 утра. Во сколько же ты встаешь? Да, у нас утренний эфир с 7 часов утра. Он начинается. Вставать приходится часа за полтора, иногда за час. Тут, видишь, какая мысль, физиологический такой процесс. Потому что мы работаем голосом, и нужно, чтобы голос был не заспанный, чтобы голос проснулся. Соответственно, для этого нужно какое-то время. И получается, ну вот часа полтора хватает, допустим, чтобы собраться, какие-то свои дела сделать, прийти в себя, позавтракать и начать работу с голосом. Какие-то упражнения, скороговорки и прочее, чтобы в эфире голос не звучал сонным. То есть это скороговорки, просто нужно что-то говорить, возможно, петь, может быть. Да, пение, кстати, очень хорошо помогает. Я, к счастью, для моих соседей по утрам этого не делаю. Ну и в принципе не делаю, потому что как-то не очень у меня это получается. Но скороговорки, да, можно громкие звуки выдавать, тянущиеся, знаешь, э, о и прочее. Растягивать, стараться, чтобы вибрация прошла по всему горлу. Как-то делать так, чтобы задействованы были голосовые связки. Скороговорки, упражнение на дыхание, кстати, очень важный момент, потому что мы много слов говорим, как это ни странно. Разом. Разом, да. Какие-то большие предложения. И, конечно, важно, чтобы у тебя при этом было ровное дыхание, чтобы ты не сбился в какой-то момент, не задохнулся. Тебе хватило воздуха. Такие немножко, знаешь, спортсмены, пловцы, которые умеют задерживать дыхание, да? Ну, кстати, да, одно из таких упражнений, когда я только приходил на радиостанцию, мне предлагали подниматься по лестницам и проговаривать скороговорки какие-то. Или даже просто разговаривать. Потому что, в принципе, подъем по лестнице довольно сложный, да, иногда бывает процесс. Скороговорки – это тоже довольно сложный процесс. А когда ты совмещаешь, это еще сложнее становится. Но это, тем не менее, хорошая тренировка для твоего дыхания и для твоего голоса. Как проснуться в хорошем настроении? И что делать, если настроение вот все-таки как-то не задалось с утра, а в эфир, ну, ты просто не можешь себе позволить выйти вот в таком духе? Да, ну, это тоже сложный вопрос. Вообще все вопросы, которые касаются радиоэфиров, они довольно сложные. Что нужно делать, чтобы проснуться в хорошем настроении, никто не знает. Никто не знает. Я думаю, засыпать в хорошем настроении. Как-то готовиться, настраивать себя. Я понимаю примерно, что у меня, допустим, в пятницу есть утренний эфир в 7 часов утра. Соответственно, мне нужно проснуться. Я стараюсь вечером в четверг ни с кем не ссориться. Как-то думать о хорошем. Может быть, посмотреть какой-то хороший фильм, почитать хорошую книгу. В общем, сделать что-нибудь, что настроение мне хотя бы, ну, оно не повысит его, может быть, настроение, но удержит на том уровне, который мне проще будет выдать за веселый в эфире. Потому что, на самом деле, у тебя, конечно, может быть плохое настроение в эфире. Никто не застрахован. Ты живой человек, происходят совершенно разные вещи, и от тебя они могут не зависеть. Но, по факту, слушателя не очень должно это волновать с позиции радиоведущего, да, такая мысль. Поэтому, даже если у тебя плохое настроение, ты голосовой должен все равно показывать веселье. Это можно сделать, это, ну, наверное, иногда сложно сделать в какие-то определенные моменты, но стараться это делать можно. А скажи, страшно ли проспать на эфир? Ну, проспать, опоздать, забыть свой выход. В общем, все, что связано со временем, это один из кошмаров, наверное, радиоведущего, потому что, ну, это да, это проблема. Это проблема. Благо, ну, в моей истории так, чтобы я прям проспал эфир, такого не было. Есть небольшая подстраховка, у нас есть такси, и когда машина приезжает, мне звонят. То есть я могу проспать и пропустить какой-то свой утренний ритуал, банально позавтракать, но, тем не менее, быстро собраться и к подъехавшей машине уже выбежать. А так, чтобы проспать сам эфир, такого не было. Были опоздания, тут никуда не деться. Чаще всего это связано было, ну, с какими-то нестандартными ситуациями, которые могут произойти на дороге, с машиной, еще с какими-то проблемами, которые существуют, и вот опоздания были. Но это не были какие-то критичные, это не были большие опоздания, поэтому все хорошо, в общем. — Это очень хорошо. А если вот все-таки, ну, не получилось, опоздал, то что тогда звучит в эфире? Получается, что-то же нужно запустить взамен? — Да, на самом деле нам в этом плане немножко везет, или очень немножко везет, потому что мы ретранслируем федеральные радиостанции, радиошансон и авторадио, и поэтому основное время, конечно, играет московский эфир. Московские песни ставятся, московские ведущие в эфир выходят, московские темы, игры и прочее. — Поэтому если ты опоздал на эфир, по факту тишины какой-то в эфире не будет, не должно быть тишины в эфире, в эфире будет Москва. То есть ты просто воруешь свой эфир, ты, получается, выходишь. — Сам у тебя отнимаешь. — Да, да, отнимаешь свое время. Как я говорил, со временем всегда какие-то могут быть сложности, и время — это всегда очень важно в работе радиоведущего, поэтому ты что-то сдвинул, что-то переместилось, что-то изменилось, и у тебя начинает перестройка эфира, это стресс, это нервы какие-то твои же собственные. Поэтому, конечно, лучше этого не делать. Но, конечно, это иногда случается, от этого не делается. — Как ты уже отметил, самый важный инструмент радиоведущего — это голос. Сколько над ним приходится работать? И может ли эта работа когда-то закончиться? — Ну, вот, кстати, вторая часть вопроса довольно интересная. Мне кажется, она не закончится никогда, потому что сколько? Ну, постоянно. Постоянно нужно работать над голосом. Конечно, когда ты только начинаешь, и когда я только начинал, работы было больше, потому что, как бы мы ни разговаривали по времени, имеется в виду, в обычной жизни много, мы можем думать, что мы очень общительные люди и прочее, но все равно это не то общение, которое идет в эфире. В эфире это все равно нагрузка на тебя, на твою диафрагму, на голос, на твой… Поэтому упражнения, они вначале особенно, их огромное количество, ты начинаешь тренировать свой голос к тому, чтобы он вышел на какую-то более-менее стандартную форму, на свой, ну, так сказать, уровень работы в эфире. Потом, соответственно, когда ты уже приобрел эту форму, ее нужно поддерживать. Да, количество упражнений может сместиться, уменьшиться, но, тем не менее, они все равно никуда не пропадают, они есть, особенно это по утрам заметно. Если вы видите в городе или где-то в такси человек, который активно разминает мышцы лица, то, скорее всего, это ведущий радио или еще чего-то, который едет на свой эфир. Достаточно быть общительным человеком для того, чтобы стать радиоведущим. Вот многие же так и думают. Я так… у меня так много друзей, вот, наверное, это мое. Да, во-первых, многие так думают, и многие приходят к нам с такой информацией о себе, на кирсобеседовании о том, что вот я, ребята, я могу разговаривать с кем угодно. О чем угодно. О чем угодно, я могу все, давайте мне 17 эфиров в неделю. На самом деле, общение так отличается. Вот мы с тобой общаемся в эфире, мы, несмотря на то, что мы в эфире, мы общаемся между собой. Я вижу твою реакцию какую-то, какие-то вот кивки и улыбки и прочее. И, конечно, это меня как-то, ну, подбадривает и направляет мое движение. В смысле, разговор, направление разговора моего может менять. В эфире такого нет. В эфире нет человека, который бы тебе кивнул. В эфире просто стоит перед тобой микрофон, в котором нужно что-то говорить. Для меня, я тоже думал, знаешь, вот у меня появилась возможность прийти на собеседование на радиостанцию. Я даже думал, да я общительный. Какие проблемы могут быть? Но пришел, проблемы были, потому что это действительно стресс, это непонятная обстановка. Никто тебя не поддерживает. Никто тебя не поддерживает совершенно. Совершенно ты вынужден говорить много текста, говорить как будто бы в никуда. Это одна проблема. С другой стороны, когда ты начинаешь задумываться о том, куда ты говоришь, то есть ты говоришь в микрофон, который потом распространяет твои речи на огромное количество слушателей, ты начинаешь еще больше переживать, потому что тебя слушает какое-то количество людей, на которые ты не рассчитывал. Это еще один стресс, это еще одна проблема, которая может возникнуть. Поэтому просто общения недостаточно. Со временем, конечно, если ты общительный, в принципе, человек, это тебе, конечно, проще станет в эфире в самом. Но одного этого недостаточно. Все равно это какая-то работа над собой. А бывает ли такое, что у ведущего во время эфира может либо сесть голос, либо пропасть голос? И вот что в этот момент делать? Бежать из студии. А бывают ситуации, бывают совершенно разные. Ты можешь поверкнуться, чихнуть, мое любимое, когда ты заготовил тексты, выходишь с ним в эфир, что-то рассказываешь людям, и у тебя внезапный приступ чиха. Что делать? Ну, быстренько завершать эту мысль, выключать микрофон, включать музыку и чихать, и надеяться, что этого больше не повторится. Бывают, конечно, моменты, но если просто поперхнуться, можно куда-то кашлянуть в сторону, ничего страшного не произойдет. То есть микрофоны у нас направлены, если ты отвернулся от него, то уровень звука падает, и какие-то моменты слушатели не услышат. Просто быстро исправить эту ситуацию. На радио вот все, бывают проблемы, твоя задача эти проблемы быстро решать, в том числе проблемы с осипшим голосом и прочим. Одно дело, как говорить, а другое дело, что говорить. То есть это получается, в любой ситуации нужно найти, что сказать, как с этим быть, как этому научиться. Ну, тут сложный вопрос, как и все, что касается радио. В мире происходит огромное количество интересных вещей. Во-первых, конечно, мы следим всегда за новостями, которые происходят в мире, но при этом не стараемся превратить наш эфир в информационную какую-то программу, не пересказываем основные политические и какие-то другие события, которые в мире происходят. Но всегда в мире происходит что-то хорошее, и вот мы стараемся, конечно, какие-то хорошие новости, добрые, интересные прежде всего. То есть просто истории про, не знаю, какие-то прикольные события в жизни, они, конечно, забавные, но не всегда интересные. Поэтому мы стараемся найти и интересное, и доброе, и милое, и, в общем, выдать это в эфир. Кроме того, в нашей жизни, то есть вне, точнее, внутри нашей жизни тоже что-то происходит. Ты, допустим, были у меня моменты, я сходил в цирк, случайно попал в цирк, ну, почему бы об этом не рассказать в эфире? Потому что слушатель, который едет, он тоже подумает, а вот когда я был в цирке, да, и начнется какой-то мыслительный процесс, какой-то диалог между мной, теми словами, которые я говорю, и тем, что слушатель думает про себя. Чтобы откликалась, да? Да, да, вот важно найти что-то, чтобы откликалась. Это просто поиск информации и умение подмечать какие-то такие моменты в своей жизни в том числе. А есть какие-то такие вечные, универсальные темы, что их можно применить в любой ситуации? Конечно, есть, это наши столпы. Это, во-первых, погода, которая каждый день новая, и это, кстати, иногда здорово. Ну, не иногда, это здорово. Конечно, да. Потому что, вот, ребят, вчера был солнце, сегодня был дождь, и вот ты уже несколько секунд говоришь про погоду. Все хорошо. Это дни недели, на самом деле, тоже вручают, потому что огромное количество каких-то присказок про среда, маленькая пятница, пятница, значит, впереди выходные, ребята, суббота, воскресенье. Понедельник тяжелый. Кстати, понедельник уже признали не тяжелым днем, теперь вторник тяжелый день, потому что в понедельник ты еще отходишь от выходных, а во вторник ты уже понимаешь, что все, приходится работать и работаешь в полную силу. Это, кстати, тоже один из выходов моих был когда-то в эфир. Когда ты себя слушаешь по радио, тебе нравится свой голос? Потому что у обычных людей, как правило, свой голос вызывает, ну, самые такие разные эмоции, не всегда приятные. Ну, мы же тоже обычные люди. Все хорошо, мы точно так же не любим свои голоса, которые мы слышим в записи. Точно так же мы смущаемся, когда видим себя по телеку и прочее. Конечно, своему голосу такое отношение скептическое, потому что у нас в голове он звучит всегда как-то немножко по-другому. Потом ты слышишь где-то в записи, в рекламных часто роликах, да, и думаешь, господи, это действительно я. Но надо сказать, что иногда есть моменты, когда я понимаю, что, допустим, голос изменился и изменился в лучшую, нужную мне сторону. То есть я как-то анализирую эти моменты, это можно действительно отслеживать. Достаточно, кстати, очень просто в данный момент посмотреть, послушать запись архива, годичные давности, и ты уже чувствуешь разницу, это заметно. Поэтому ты видишь какую-то тенденцию, и это может порадовать. То есть работа над голосом, она ведется, голос меняется, становится лучше, ну, для меня, по крайней мере, да, и это может порадовать. А сильно ли голос может отличаться в жизни и в эфире, и в чем вот эти особенности? Ну, прежде всего, это микрофон, потому что мы говорим в устройство, которое передает звук в процессе передачи, оно может с ним что-то делать, и оно меняет. Оно действительно делает его, я бы сказал, чуточку лучше, чуточку родине, и, ну, голос меняется, голос ты слышишь, он немножко другой. Во-вторых, ну, какие-то банальные вещи, вроде колонок, на которых ты это слышишь, ну, слушаешь, в зависимости от качества, так сказать, устройства вывода твоего звука. Ты даже настолько, да? Ну, конечно, есть какие-то… там просто, видишь, в колонках весь звук меняется, меняется, да, в зависимости от колонок, поэтому, и, соответственно, твой голос тоже. То есть какие-то такие моменты, голос изменяется. А тебя узнавали по голосу? Есть какие-то вот истории, ну, вот именно в жизни, вот не по внешности, а вот по голосу? Это один из поводов моей гордости, потому что один раз я вел корпоратив в Черемхово, в одной компании, и в один из перерывов ко мне подошел мужчина, говорит, а вы случайно не на радио шансон работаете? Я говорю, там, говорит, я вас узнал по голосу, ну, и все, я подумал, что, в принципе, квест выполнен на этом, можно заканчивать. Ну, нет, ну, это было приятно, потому что действительно узнать по голосу, узнать по лицу, это одно, да, 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 а голос узнать, это уже, это значит, человек долго слушает, и это приятно. В первую очередь, потому что человек остается с нами на волне. Другой аспект – это грамотность у ведущих, то есть нужно еще и учитывать эти моменты. Какая работа здесь ведется ведущим перед эфиром? Ну, тут все стандартно, грамотность черпается из источников этой грамотности. Читаем книги, смотрим, как пишутся слова, запоминаем буквы. Пунктуация, наверное, в работе радиоведущего не так важна, поэтому на это можно внимания не обращать. Другая ситуация с ударениями, ударения всегда, они же еще и меняются, к удивлению некоторых из нас, да. Да, ну, за этим тоже нужно следить, ну, есть огромное количество сайтов, где ты можешь проверить эти ударения, и на этих же сайтах периодически бывают такие, ну, какие-то полуразвлекательные, полуобогащающие твой словарный запас вещи, какие-то тесты, где тебе предлагают слово и варианты ударения, тебе нужно выбрать, и тебе показывают, правильно ты выбрал или нет. То есть это какие-то упражнения, тренировки, которые помогают тебе. Очень здорово, когда начинается ЕГЭ по русскому языку, потому что ты на волне вот этой подготовки к ЕГЭ у школьников тоже вспоминаешь про него и делаешь какие-то упражнения, в которых тоже много. Диктант еще есть акция, да? Да, да, тотальный диктант, на который тоже можно сходить и понять, что ты зря не обращаешь внимания на запятые, потому что с ними огромное количество, а кроме запятых еще и другие знаки пропинания есть. Ну, в общем, богатый русский язык. Бывают ли какие-то оговорки, может быть, забавные в эфире, можешь что-нибудь вспомнить? Оговорки. Оговорки — сложный момент, забавных вспомнить не смогу. Ну, то есть забавные — это же те, которые звучат смешно, но ты все-таки работаешь на радио, ты стараешься делать так, чтобы таких моментов не существовало. Но бывают моменты, когда вот с ударениями периодически происходят. Мы пишем какие-то программы в записи, и бывает такое, что мне коллега-сменщик по радио зайдет, скажет так, вот была такая-такая-такая-то программа, там было такое-такое-то ударение. Это неправильное ударение, и ты это запоминаешь, просто исправляешься, стараешься в дальнейшем не допускать таких ошибок. Вот одно дело — программа в записи, другое дело — это, конечно, прямой эфир. Прямой эфир, вот лично тебя, он заставляет волноваться где-то, вот испытывать такой стресс, или наоборот, ты вот с предвкушением ждешь, вот как ты относишься к этому? Нет, прямой эфир — это лучшее, что можно было придумать на радио, да и в телевидении, наверное, тоже. И я очень люблю прямые эфиры, и наоборот, я их жду вот немножко с предвкушением, да не немножко с большим предвкушением. То есть каких-то стресс, ну, это не то, наверное, это сильное слово. Волнение. Волнение какое-то, безусловно, присутствует, какая-то нервозность может быть, потому что, ну, много факторов, которые некоторые от тебя не зависят, может что-то происходить, ты начинаешь нервничать. Но, в общем, всегда это какой-то, ну, такой самый настоящий кайф. То есть мне очень нравятся прямые эфиры, и я всегда их жду. А как побороть волнение? Концентрация. Ну, то есть волнение, оно будет всегда. В какие-то моменты сильнее, в какие-то моменты слабее, но, тем не менее, оно где-то в тебе присутствует. Мне очень нравится сравнение, я не помню, то ли я его придумал, то ли где-то услышал, что волнение, оно должно остаться внутри нас. То есть ты вот так вот, оно трепещет где-то внутри, ты его облачаешь в такой корпус из концентрации, да? То есть ты волнуешься, но, тем не менее, поверх этого волнения есть собранность твоя, потому что, ну, когда ты волнуешься, ты можешь ошибиться, а чтобы не ошибиться, ты должен стать чуточку лучше, да, чуточку сильнее. Ну, и ты просто держишь это внутри себя, ты немножко напряжен, потом через какое-то, в какое-то время это волнение уходит совершенно, ну, в процессе эфира. Ты начинаешь меньше переживать и спокойно ведешь эфир. Потом эфир заканчивается, ты понимаешь, что ты устал, выдыхаешь и расслабляешься. Ведущих иногда так учат, ну, я, по крайней мере, такое встречала, что когда волнуешься, нужно зрителю или вот на мероприятии, честно сказать, извините, я сегодня немного волнуюсь, для меня сегодня, например, это важный день, и как-то вот объяснить, у радиоведущего есть такой шанс? Или это некорректно? Объяснить это можешь в любом случае. Ты можешь сказать, я просто не совсем уверен, зачем это, да? То есть ты можешь говорить какие-то вещи, ты можешь волноваться, ты можешь переживать, и ты будешь это знать, потому что ты это испытываешь. Слушатель может этого не заметить. Ну, бывают такие ситуации, мы всегда немножко предвзяты к себе, да? И мы можем думать, что наше волнение будет выдаваться, нам это все видно, господи, что я несу и так далее и тому подобное. Слушатель этого может не заметить, но если ты об этом скажешь, если ты озвучишь, это вот как, ну, показать на что-то это. Да, да, и ты будешь это постоянно замечать. И ты это признаешь, и слушатель действительно, а вот правда, а вот действительно, чего это он тогда говорил. Поэтому, ну, я так не делал. Возможно, это есть какой-то выход из ситуации, в конце концов, все мы живые люди. Иногда мы, кстати, вот про прямые эфиры, да, мы можем сказать, что мы не выспавшиеся или там в плохом настроении. Редко. Но при этом посыл должен быть такой, что, ребята, вот я сегодня как-то тяжело, мне немножко тяжеловато, но я уверен, что мы с вами сейчас добьемся того, что мое настроение выйдет на новый уровень, ваше настроение станет получше. И вместе мы вот это настроение сохраним в рабочий день. То есть важно, какой посыл ты при этом даешь. Мне кажется, вот эту живость, показать, что ты действительно живой и настоящий человек, это тоже в этом есть свои плюсы. А ты как считаешь, нужно пользоваться образом в эфире, или ты больше за то, чтобы показать себя настоящим? Хороший вопрос. Не знаю. Нет, точнее, мою позицию по этому вопросу я знаю. Я не знаю, как это лучше. Мне кажется, если ты примеряешь на себя какой-то образ, то тебе, ну, практически жить с ним придется потом. Вот насколько ты готов проживать этот образ. И если ты готов, если ты соглашаешься на это, и ты в жизни такой, да, то есть примеряешь на себя этот образ, и выходишь в эфир. Я просто про то, что если для тебя этот образ, он только на 4 часа, грубо говоря, эфира, то велика вероятность того, что ты в какой-то момент выйдешь, да, из этого образа, и зритель заметит. Плюс не все мы талантливые актеры. Иногда нас могут раскусить тоже по щелку пальцев, и это довольно странно тогда будет слышать, в принципе. Но иногда какие-то образы это хорошо. Я думаю, образ это больше для каких-то записей, да, то есть для программ, которые выходят в записи. Там можно совершенно просто отыгрывать образом, тем более это будет не на протяжении долгого времени эфира, а на протяжении времени только этой программы. То есть человек вышел в образе, там рассказал и так далее. И у людей он будет ассоциироваться непосредственно с тем, что он говорит и как он это говорит. Я, наверное, больше за какую-то настоящность. Именно у ведущего, который создает что-то, какое-то настроение. Могут ли в эфире происходить какие-то неполадки? И вообще, что может пойти не так? Это огромный список вещей, которые могут пойти не так. Банально с аппаратурой что-нибудь. Часто бывали моменты, когда зависал компьютер, отключался компьютер, еще что-то с компьютером происходило, с микрофонами, с гостями очень часто происходят какие-то... Ну, не часто, но могут происходить какие-то казусы. От этого никто не застрахован. Это живой человек, он может тоже... Где-то ошибиться. Где-то ошибиться, что-то ему в настроении какого-нибудь придет, мысли какая-нибудь придет в голову, которую не стоило, наверное, говорить. В общем, огромное количество каких-то вещей. Ты можешь забыть выключить микрофон, это моя любимая. И... Два лодки у тебя такое. Да, это... Мы как-то были на авторадио Иркутск, я вел эфир, есть песня группы Сплин, «Орбит без сахара», «Орбита» называется, не помню. Я договорил, выпустил ее в эфир, а мы сидели с другим ведущим тоже, и настроение было хорошее. Ну, я начал очень плохо петь, она жует мой «Орбит без сахара». Через какое-то время забегает человек из соседней радиостанции, говорит, молча, так очень аккуратно. А мы еще сидим, разговариваем, что-то веселимся. И он так... А мы... Причем он жестами все это делает, а мы же не видим, то есть мы на него не реагируем, продолжаем что-то общаться. Что? Что ты говоришь? Ну, в общем, было странно. После этого я не пою, во-первых. Во-вторых, стараюсь всегда следить за микрофонами, ну, потому что такое бывает, может, можешь отвлечься и нажать на туда. А музыка-то в это время играла? Музыка играла. Это параллельно было? Да, играла музыка, и на фоне музыки... Вы общались? Да, Васильева, да. Сначала я спел, потом началось общение. Конечно, было плохо слышно, но, тем не менее, распознать голос на фоне играющей песни можно. А были ли люди, которые звонили и начинали ругаться? Что в этот момент нужно делать? Волшебная кнопка отключения микрофона. Как-то дозвонилась женщина, которая очень любит московский эфир, но, видимо, не очень любит мой эфир. Да, и мою манеру ведения эфира. И поэтому она начала прямо в эфире. К сожалению, так получилось. Обычно мы стараемся принимать звонки вовне эфирной. То есть, когда играет песня какая-то, за это время можно принять звонок, примерно послушать, что за слушатель, понять, стоит ли его выпускать в эфир, не стоит, как-то обговорить с ним какие-то моменты. Вот, в этот раз, в тот раз так не получилось, и она дозвонилась прямо, когда я был в эфире. Я включил телефон, она начала высказывать свое мнение. Корректно, без мата, слава богу. Но негативно включая. Но это очень приятно. Да, про меня. И я говорю, все, она поставила точку предложения, я отключил, я ее вывел из эфира, я говорю, все, вас понял, спасибо большое, мы приняли сведения. И тут же я совершил вторую ошибку, когда включил телефон заново. А женщина оказалась настырной, она говорит, ой, что-то у меня оборвалось, так вот, я продолжу. И начала продолжать. Тут я просто уже тоже, опять же, дождался паузу, и выключил ее из эфира, и уже не включал телефон какое-то время, чтобы она не получилась у нее дозвониться. Такое бывает, но ты должен как-то на это реагировать быстро. Я говорю, работа на радиостанции, это умение быстро поднимать решение. Коллеги как-то подшучивают друг на другом, пытаются друг друга, не знаю, рассмешить, особенно там на 1 апреля, например, как-то вот вывести из себя, чтобы, ну, вот просто повеселиться. Да. Не привязываясь к дате. Ну, то есть бывает просто хорошее настроение у человека, он заходит, у нас коллега Светлана работала как-то на, тоже на нашей радиостанции, мы периодически друг к другу приходили, и как-то маячили перед экраном, что-то делали. Были моменты, когда выключали просто монитор, хотя там текст какой-то, да, то есть какие-то вещи такие происходят. Это все сиюминутное, оно все такое быстрое, но какие-то приятные воспоминания все равно от этого остаются, хоть и в момент, когда ты ведешь в эфире. Ну, главное не задержаться, не засмеяться, потому что у тебя серьезная вещь, ты рассказываешь про пробки в городе, и тут не до смеха, а рядом человек, который как-то глупо танцует или что-то пытается вывести тебя из равновесия. Вот, поэтому просто держишься, а потом смеешься во время того, когда играет музыка. Аркаш, спасибо тебе большое за интересный разговор. Спасибо большое, что позвали, было здорово, зовите еще. Это была программа «Навстречу». До новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин